Это лайф, и мы продолжаем. Итак, Папета Хазана Халмур-Рзаева. И вот путь к своей первой олимпийской медали у него получился, конечно же, нелегких. Многих своих соперников он знал и раньше, но кого-то видел впервые. Возможно, поэтому его первая схватка с иранским зидаистом получилась довольно нервной. Второй поединок с египтянином Мохаммедом Абделалом дался проще. Завершился оценкой в Азаре. В четвертьфинале россиян боролся с бронзовым призером лондонских игр и медалистом двух последних чемпионатов мира Антуаном Вулафартье из Канады. Пять минут схватки не выявили победителей, и в дополнительное время Хасан подсек соперника, и судьи отдали победу ему. В полуфинале Сергеем Тома, выступающим за Арабские Эмираты, дело вновь дошло до золотого очка. Но в этот раз у соперника Халмур-Рзаева не было никаких шансов. Эффектный бросок вывел нашего спортсмена в финал. Российских медалей в дзюдо на Олимпиаде могло быть еще больше. Дело в том, что у Хасана Халмур-Рзаева есть брат-близнец Хусейн, который также вполне мог претендовать на эти награды в Рио. Но Хусейн вынужден был отложить мечту об олимпийском золоте как минимум на 4 года из-за аппендицита. Брат олимпийского чемпиона не успел восстановиться после операции, но в Бразилии все же приехал в качестве спарринг-партнера. Хасана Хусейна Халмур-Рзаева сейчас по 22 года. Поверка дзюдо возраст довольно юный. Выступает Хусейну в следующей весовой категории до 90 килограммов. Наверняка братьев ждет еще не один олимпийский цикл. Сразу после финальной схватки Хасана Халмур-Рзаева поблагодарил Владимира Путина за поддержку, оказанную во время подготовки к Олимпиаде. Президент напутствовал российских дидоистов не только на словах. Глава государства посетила одну из тренировок команды во время сбора в Сочи. Владимир Путин сам вышел там на татами. По словам спортсмена, фотография с той тренировки стала для него талисманом на играх в Рио. Фотосессия с Владимиром Путином на сборах в Сочи была для нас большой поддержкой. Президент показал, что он с нами, он болеет за нас. Его присутствие было большой поддержкой для нас в ходе подготовки к Олимпиаде, учитывая ту сложную ситуацию с Мельдонием. Продолжение следует...